SCP-186. Покончить с войнами. Объект номер SCP-186. Класс объекта Евклид. Особое условие содержания. Территория SCP-186, охватывающая примерно 300 км2, закрыта от посторонних лиц как заповедник, в котором производится восстановление естественной среды обитания европейского зубра. Периметр территории находится под наблюдением с удаленной зоной 335. Один раз в две недели совершается обход периметра SCP-186. Обо всех наблюдаемых внутри охраняемого периметра аномалиях следует докладывать главе исследовательского проекта. Все наблюдаемые аномалии протоколируются. Все известные источники информации о событиях SCP-186 перешли в руки организации. Материалы по этому вопросу хранятся в архиве зоны 23. В связи с ветшанием материалов доступ к ним осуществляется только с разрешения сотрудников архивного отдела. Работать с материалами следует, соблюдая инструкции сотрудников архивного отдела. Все найденные экземпляры SCP-186-1 складируются в арсенальном крыле зоны 23. Описание. SCP-186 – это место, где произошло не вошедшее в официальную историю боевое столкновение между частями австро-германской армии и войсками Временного правительства России, случившееся в ходе Первой мировой войны и длившееся с 24 июля 1917 по 13 августа 1917, а также продолжительные эффекты, вызванные исходом этого столкновения. В уцелевших письменных свидетельствах это столкновение называется «Битва в гусятинских лесах». В июне 1917 года произошло боевое столкновение между подразделением австро-германской армии, примерно 500 человек, и остатками дивизии российских войск, обращенной в бегство при контрнаступлении немецких войск в ходе июньского наступления. Столкновение произошло в лесистой области близ города Гусятин, ныне Тернопольская область Украина. Имело место применение обеими сторонами аномального оружия, технология которого на данный момент не исследована и не может быть воспроизведена. В итоге войска обеих сторон были перебиты, либо полностью потеряли боеспособность. Также пострадало примерно 300 гражданских. SCP-186-1 – совокупное обозначение оружия, собранного на территории SCP-186 с момента первоначальной постановки на содержание в 1917 году. К таковому относятся. Оружие, подвергшееся значительной доработке, внешне напоминает пулемет Шкода М1909, но вызывает в телах всех подопытных крупнее обычной лабораторной крысы значительный ускоренный рост опухолей. Минометные снаряды приспособлены для 58-мм миномета номер 2 системы «Дюмизилия». Содержит газ, лишающий живые клетки способности прекращать жизнедеятельность. Спираль Бруно, покрытая неустановленным галлюциногенным составом, воздействие которого не прекращается с момента попадания в кровь. Обломки неустановленного зажигательного устройства. Считается, что оно было подорвано недалеко от места столкновения, в результате чего погибло порядка 34% участников. Гранаты номер 27, образца 1916 года, Великобритания, наполненные газом. Газ проходит через все известные фильтрующие коробки противогазов и вызывает у человека непрекращающееся ощущение горения. Французские винтовочные патроны 8х56 мм, заряженные мукой из человеческой кости вместо порха. Предназначение неизвестно. Согласно архивным записям, австро-германское подразделение участвовало в битве в Гусетинских лесах по приказу венгерского военного советника Макиса Немеша и целенаправленно преследовало отступающие русские войска, среди которых в тот момент находился французский ученый доктор Жан Дюран. Принимая во внимание сохранившиеся документы той эпохи, изъятые фондом, можно сказать, что за разработку и производство SCP-186-1 мелкими партиями ответственны именно эти два человека. Они примкнули к противоборствующим сторонам Восточного фронта специально ради разработки и проверки оружия в боевых условиях. Протокол исследований 186-7. Доступ разрешен. Протокол исследований 186-7. Наиболее значимые аномалии, задокументированные в SCP-186. 11 апреля 1923 года на участке земли площадью 3 км квадратных в юго-западной части SCP-186 внезапно и полностью отмирают деревья. Темп разложения многократно ускорен. За две недели на указанной площади не осталось ни деревьев, ни другой растительности. 13 января 1927. Несмотря на то, что температура воздуха неизменно находится в районе минус 15 по Цельсию, снега в центре на территории объекта не наблюдается. Температура воздуха внутри периметра не отличается от таковой снаружи. 20 сентября 1932 года. На огороженной территории время от времени слышны выстрелы. Посторонних лиц на территории при этом не наблюдается. Аномалия продолжалась три дня. 30 мая 1936 года. Агенты Чехов и... ...не возвращаются с очередного обхода SCP-186. В дальнейшем не удается найти никаких следов пропавших. 15 мая 1941 года. Агенты фонда, законспирированные в Третьем Рейхе, сообщают о скором претворении в жизнь плана Барбаросса. Проводится эвакуация сотрудников из SCP-186. Сотрудниками, покидающими наблюдательные посты, замечено движение неяркого пятна света примерно в 150 метрах вглубь периметра. Прямой зрительный контакт с источником света до эвакуации не установлен. 20 октября 1945 года. После переговоров с высокопоставленными представителями СССР возобновляется содержание объекта. В ходе первого обхода территории, после первоначального установления содержания, было найдено 13 трупов военнослужащих 4-й танковой армии Германии и 27 трупов военнослужащих 22-й армии СССР. Все на поздней стадии разложения. Не удалось опознать ни одного военнослужащего, так как все документы и опознавательные знаки были изъяты еще до возвращения фонда на территорию объекта. 19 февраля 1959. В северо-восточной части SCP-186 образуется провал грунта. Через некоторое время неподалеку от провала обнаружены 4 человека в состоянии крайней дезориентации, одетые в лохмотье. Позднее выяснилось, что их одежда представляла собой потрепанные и практически сгнившие униформы австро-германских и русских войск времен Первой мировой войны. Субъекты задержаны и переправлены в зону 23 для исследований. 04 апреля 1959. В районе северо-восточного провала проводятся широкомасштабные раскопки. На глубине 15 метров обнаружена братская могила с 23 людьми. Несмотря на проведенные под землей десятилетия многочисленные травмы и ранения, они все были живы. Большинство из них были одеты в такие же останки военных униформ, как и 4 вышеупомянутых субъекта. Считается, что все они были участниками исходных событий SCP-186. В ходе допросов и исследований в зоне 23 не удалось выявить практически ничего нового, так как субъекты не способны предоставлять информацию и связно общаться ввиду обширных расстройств психики и крайне сильных психологических травм. Через три недели после начала исследований сотрудники фонда попытались провести эвтаназию субъектов, но ни один метод не сработал. После этого субъекты были обработаны транквилизаторами и анестетиками, а затем сожжены. 20 июля 1962. При подготовке к строительным работам по улучшению комплекса содержания выясняется, что охранный периметр SCP-186 почти на 85 метров длиннее, чем указано в исходной документации. Проведенные исследования исключили вероятность ошибки при подсчете. 13 декабря 1975 года. На территории SCP-186 происходят аномальные погодные явления, не выходящие за ее пределы. К таковым относится ветер со скоростью 120 км в час, выпадение 20 см осадков и кратковременное повышение температуры до 48 по Цельсию. 12 августа 1986 года. Стаи волков общей численностью до 200 особей приходят на территорию SCP-186. Собираются в определенном месте в центре территории, после чего рассеиваются. 3 марта 2009 года. В лишенной растительности юго-западной части объекта замечены три ели, растущие рядом друг с другом. Это первая известная растительность данной области с 1923 года. Примерный возраст деревьев составляет 50 лет. Копии некоторых документов по SCP-186. Документ 186-3. Рекламная листовка от мая 1911 года о лекции доктора Дюрана в Королевском институте химии. Покончить с войнами. Доктор Жан Дюран, приехавший в наши края из Французской академии наук, дает лекцию о перспективах современной науки, создать такое оружие, сдерживающее мощи, чтобы прекратить все войны в будущем. Доктор Дюран расскажет о том, как химия, баллистика, психиатрия и другие дисциплины с передового края науки помогут человечеству приблизить новую эпоху, эпоху мира и современности. Лекция состоится 19 мая в Дербишском лектории. Документ 186-11. Авторская статья, опубликованная в венгерской газете Нипсава, от 2 января 1912 года, подписанная Матьяс Немаш. Всем верноподанным его высочество императора Франца Иосифа. Воистину величайшая слава человечества в том, чтобы объединить множество разрозненных народов единой целью, которой нет преград. И от Вены до Будапешта никто не усомнится в том, что наша славная империя должна быть воплощением этого непоколебимого принципа. Но есть такие люди, которым хочется видеть нас разбитыми на тысячи осколков. Хочется преградить путь нашей судьбе. Есть они на континенте и даже в наших землях можно найти их. Что делать с этими мятежниками и подстрекателями? Пусть радикалам и предателям воздают должное, вешая их как последних собак, ибо нет такой казни, которая бы навсегда погасила тлеющие угли предательства в сердцах жителей Балкан. Как нам выразить нашу общую цель, нашу мощь, наш Богом данное место во главе народов Европы? Силой оружия. Палачу под силу вселить в страх в сердца десятков людей, не больше. Армия, собранная как надо, способна вселить в страх в души миллионов людей. Наши ряды многочисленны, но не только наши. Русские и мусульмане могут созвать орды, но какую бы толпу они не собрали, она будет лишь буйной обузой. Человек возвысился над животными нечисленным превосходством нет, но превосходством разума, быстротой мысли и ловкостью ума. Сограждане, я посвятил свою жизнь таким творением разума, против силы которых не устоять. Никому, кроме всемогущего. Именно превосходством оружия мы достигнем своей великой цели, как внутри своих рубежей, так и за их пределами. Дайте мне фабрики, дайте мне рабочую силу, дайте мне шанс послужить нашей империей силой промышленности. И я вручу народу пылающий меч, который осветит нам путь к просвещенной Европе. Именно этими средствами и никакими другими решим мы вопросы, не дающие нам сегодня покоя. Документ 186-32. Телеграмма от Жана Дюрана Матьясу Немишу, отправленная из Парижа 28 апреля 1912 года. Рассмотрел ваше предложение. Вынужден отказаться. Методы основаны на моих, но качество страдает. Ваша цель завоевания – моя мир. С уважением, Ж. Дюран. Документ 186-39. Распоряжение от генерала Феликса графа фон Ботмера. Дата не указана. Неизвестному подчиненному. Лейтенант Немиш прикрепляется к вашему подразделению в должности советника. Экспериментальное оружие применять только по приказу лейтенанта Немиша. Приказ вступает в силу немедленно. Потенциал этого оружия огромен и может создать прорыв на румынском фронте. Но не следует огульно применять эти богопротивные вещи. Не изучив их подробнее, слухи о разработке подобного оружия царистами остаются неподобными. Документ 186-52. Письмо рядового Петра Автюхова, участника битвы в Гусятских лесах. Любезная Надя, до меня дошли слухи о том кошмаре, что творится на родине. Не печалься, тот кошмар, который творится здесь, гораздо хуже. Мы думали, что воевали 4 года и уже научились всему, что должны были знать. И даже больше, но мы ничему не научились. Чертов француз, которого люди выбрали себе в вожди, разглагольствовал о мире. О таком оружии, что враги сами сдадутся на месте. А мы, дураки, послушались. Пошли в атаку на окопы с винтовками мертвецов и палками в руках. Мы ему верили, как верили любому, у кого были припасы. Никто не знал, откуда этот француз взялся. Никто не знает, где он взял всё это оружие. Мы знать не хотели, мы хотели жить. Нам и в голову не приходило, что у неприятеля есть тоже оружие. Думаю, француз и сам это знал. Надеюсь, что он не знал. Не могу себе представить, кто пойдёт на такое, зная, что его здесь ждёт. Может быть, тот француз и не человек вовсе. Не человек, что-то другое. Я сейчас в лесу выкопал себе яму. Я засел здесь, надо было сразу бежать, когда немец прицелился в Гилёва. Выстрелил он не пулей. Когда его лицо разошлось, я отвёл глаза, не мог заставить себя смотреть. А он всё кричал. Мне показалось, что он свою голову руками разломал. Где-то вдали воликов вопит, что его детей жарит на вертелах черти. Пять дней же вопит одно и то же. Надо было бежать. Раньше надо было. Француз дал нам новый газ. Мы сперва отказались, не хотели того же, что было в Румынии. Он же нас заверил, что это другой, другой газ. Что враги сложат оружие и не умрут сами. Всем надоело бойни, говорил он. С таким не поспоришь. Мы обстреляли позицию перед нами из миномёта. Между деревьями попал странный синий газ. Но француз сказал не наступать. Ещё кое-что сказал он. Потом взял винтовку, прицелился и выпалил один раз. Мы было хотели спросить, что учёный понимает в стрельбе. Но услышали крик. Он попал в немца. Француз дал мне бинокль, сказал поглядеть. У немца пол головы снесло, а он всё кричал. Я на этой войне видывал виды. Но как эти немцы смотрели на своего сослуживца, такого не видел. Француз же тем жутким спокойным голосом сказал, что у солдата разрушена по крайней мере четверть мозга. Сказал, что от этого люди обычно умирают сразу. Но погляди. Я глядел в бинокль. Немец кричал, не переставал. Я не мог отвести взгляд минут, наверное, десять. А француз улыбался. Видел это и улыбался. От этого газа смерть не придет, какие бы раны тело не получило, сказал он. Немцы от ужаса забыли спрятаться в укрытии, и француз нацелился еще раз. Солдату снесло всю голову, и он и кричать перестал. Хрипел только басовито. Люди так никогда не хрипят. Нет, сказал француз. Вреда не будет. Я наделил ваших врагов дары в жизни. Кто в силах такому сопротивляться, спросил он. Мне пришлось отойти в кусты, меня вырвало. А ведь с первых дней в окопах не рвало. И вправду, кто в силах сражаться, увидев такое? Но они сражались, застали врасплох наш отряд, выгнали на поляну. Первые, кто добежал до леса, мгновенно лишились кожи. Не могу сказать, почему разорванный на части взрывом человек не страшнее аккуратно освежованного трупа на поле брани. Но все наши разбежались. Мы уже не армия, и они уже не армия. Больше не бойцы. Мы теперь звери в одном лесу, откуда нет выхода. Мы не знаем, что с нами случилось. Воликов иногда засыпает, и я слышу в лесу француза. Он кричит на венгерском, вопит и смеется. Лучше уж, наверное, слушать Воликова. Здесь мне и смерть. Боюсь выходить наружу. Боюсь того, что там ждет. Минкин попробует пройти через лес. Сбежать. Он смелый, надеюсь, он доберется. Отдал ему это письмо. Когда с ним про письмо говорили, он пошутил, что ему после войны дадут почетную награду за то, что доставил письмо из ада. Может, он и прав, не знаю. Прощай. Твой Петр. Прijdит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...